Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 марта, день Федота, отмечает память священно-мученика Феодота и епископа Киренийского. Во время гонений на христиан он открыто исповедовал Христа. Узнав, что его ищут, сам явился на судилище. Был бит без пощады, строгали его тело острыми когтями. Все эти муки он переносил с терпением. Глядя на него, многие уверовали во Христа. Затем он был выпущен из темницы и после двух лет жизни мирно отошел. В народе закрепилось за этим днем название Федота Ветроноса. И все потому, что в этот день бывали большие ветры. Их очень боялись, поскольку с ветром приносило болезни и несчастье. Существовало поверье, что все подземные источники закипали и выливались на землю. Наступала большая оттепель. Если же вместо оттепеля ударял мороз, говорили Федот, да не тот. Федот злой, значит не быть маю с травой. Если на Федота занос, то пойдет скот на снос. Интересный ритуал можно было провести сегодня. Надо было купить герань с красными цветами, не торгуясь с продавцом. Потом поставить ее на подоконник. Этим можно было задобрить домового и подчинить его себе. Приметы. Какова погода сегодня, таков и июль. Если сегодня посеять лук и сельдерей, урожай этих культур будет богатым. Десятые лунные сутки Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Продолжение следует...